Доброе утро! У нас очень большая программа. Я бы так сказал, что «Дух огня» сейчас, на свой 17-й год существования, это такая вселенная из нескольких небольших фестивалей. Потому что у нас есть международный конкурс, который очень важен и принципиален. У нас есть российский конкурс, по которому я отдельно хотел бы тоже рассказать, если мы успеем. С удовольствием послушаем. С этого года у нас замечательная программа детского и юношеского кино «Твое кино», которая уже проходила в предыдущие годы, которая делает замечательной Катей Бордачёвой. В этом году она стала конкурсной. И это программа, которая ездит не только в Ханты-Мансийске, она ездит по шести городам регионов. В этой конкурсной программе тоже есть мировые премьеры. Для нас очень важно. Есть короткометражный конкурс, есть моя авторская программа, где я показываю фильмы классиков. Это уже традиционная ваша авторская программа. Да, то есть получается, что на самом деле, ну это очень важно, но просто я хочу сказать, что это не то, что какие-то параллельные вселенные, они не параллельные, в этом и смысл фестиваля. Вот я очень рад, у нас только что напечатали. Да, дорогие друзья, у нас есть уникальная возможность. Только вот с пылу с жару, как говорится, напечатали. Потому что идея фестиваля, конечно, в том, что фильмы, которые показаны вместе, они образуют с собой какую-то такую сеть перекричек или рифм, они начинают разговаривать друг с другом. И в этом, в общем-то, и задача, чтобы создавался такой, знаете, дополнительный эффект от того, что действительно у нас на эти дни раскрывается такая вселенная. Ну да, ну то есть это как много притоков в одну такую общую большую речку, так скажем. Борис, скажите, по какому принципу в этом году проводили отбор картин? Я буду откровенен, принцип, он не сильно меняется, потому что у нас есть наш замечательный президент фестиваля Сергей Александрович Соловьев, который нам предлагает разные темы. Вот в этом году темой стал кино и театр, и, собственно, опять же, это отражено и в постере фестиваля, и в обложке каталога. Но понятно, что когда мы формируем программу международного конкурса, мы все равно не можем только опираться на тему кино и театра, хотя она отражается, опять же, когда она задается, это некая новая перспектива через призму, в которой мы можем, собственно, посмотреть, как это работает. И у нас очень много будет разных отражений кино и театра. Но я бы сказал так, я вот так собирал программу, чтобы, опять же, как-то эти фильмы дополняли друг друга. У нас есть фильм американский, который называется «Мир полон тайн». И я бы сказал, что в моем представлении как раз этот «Мир полон тайн» такая волшебная формулировка, которая точнее всего описывает фестиваль этого года. Потому что так получилось, что вот в международном конкурсе у нас такое движение от сказки, у нас индийская картина «Тумбат», это жанровая, очень успешная индийская картина, даже такой фильм ужасов, сказка от такого чистого фантазийного к авторскому фантастическому кино и дальше к такому пост-доку, то, что сегодня называется, то есть игровому кино, рождающемуся из документального. Вот это, например, «Последняя песня вечера» российского режиссера Евгения Гранилищикова, который играет сам и снимает своих друзей вокруг. Но это не документальный фильм, это игровой фильм. И у нас получается, что как бы мы движемся от фантастики вроде бы к реализму, но при этом в этом реализме как раз и появляются эти трещины, зазоры, откуда мы видим волшебство и сложность, загадочность и непознаваемость мира. И для меня это как раз было очень важно. Борис, а сколько вообще картин пришлось, не пришлось даже, наверное, да, это удовольствие вам доставляет, пришлось посмотреть? Ну, знаете, традиционный вопрос, на который сложно коротко ответить, просто потому что, во-первых, нам приходят заявки. Ну, и материться нельзя, пока. А можно было сказать «в громадьё». Потому что в фестивале большая уже серьезная репутация, и нам постоянно пишут гости, там, продюсеры, с которыми мы работали, приезжие не присылают новые картины. Нам приходит огромное количество заявок, которые мы все рассматриваем, все смотрим. Плюс это моя постоянная работа в течение года, связанная с путешествием по разным фестивалям, а также, разумеется, с просмотром дома. То есть там по пять фильмов в день я смотрю. По пять фильмов в день. Да, и, в общем, формируется какой-то длинный большой список. Там, я не знаю, такой лонглист. Потом как бы он ужимается, чтобы получилась программа. Вот я хочу еще, кстати, заметить, просто я не успел договорить, когда я говорил про международный конкурс, у нас такое движение от сказки к документальному. Вот у нас есть как раз фильм в центре, который как раз является кульминацией этого подхода. Эта картинка называется «Дождь». Это пение в деревне мертвых. Это бразильско-португальская картина, которая была снята в Бразилии с коренным населением, с таким племенем Краха. И эти люди Краха, они играют сами себя. При этом это игровой фильм. Их снимали только два режиссера, только они были и переводчик. Больше не было никакой съемочной группы. Они же были операторами, потому что они снимали на пленку на 16 мм. И они с этими настоящими людьми предложили им такое сотворчество, уважение в первую очередь. То есть не использовать, что вот есть какое-то коренное население. Давайте мы покажем, посмотрим, какие они странные визитеры. Нет, им предложили идею сотворчества. И получился фильм, который абсолютно игровой. Собственно, главный герой Краха, к нему обращаются высшие силы о том, что они выбрали его, чтобы стать шаманом. И он противится этому, пытается уехать в город. Соответственно, разворачивается конфликт между городом и деревнем, коренным населением, бразильским населением. И получается, опять же, на таком антропологическом документальном материале рождается фактически не просто роман, а вот история, такая древнегреческая история, рока, предназначения, исполнения своего предназначения. И мне тоже кажется, что это важно и интересно, напоминать в контексте, собственно, ханты-мансийской, нашего округа, нашего города. И про русский конкурс нельзя не сказать, что мы покажем первый фильм, снятый на хантыйском языке. Называется «Хон Юж» Зинаидой Лангортовой. Это первая полуметражная картина, фильм, снятый на хантыйском языке. Для меня это очень большое событие. Также вы, наверное, вспомните, что в прошлом году у нас победил Александр Хант, который снова к нам в этом году возвращается, снова с дебютом. Это фильм-кастинг Игоря Стама, где Хант выступил в качестве оператора. Это его операторский дебют. Так что он снова знает. Теперь в этом опуа. Теперь в этом опуа. И это очень важно для нас, что мы, понимаете, создаем фестиваль, потому что фестиваль — это такая, в общем-то, алхимическая формула. Она очень простая, но как вот все простые вещи, она очень сложно складывается. Это место, фильмы и гости, люди. Из этого плавильного котла возникает, собственно, чудо фестиваля. И для нас очень важно отталкиваться от Ханты-Мансийска, от Югры. И, собственно, понятно, что мы не могли пройти мимо фильмов на Ханты-Мансийском языке. Но и это все вкладывается в общую картину фестиваля, которая, в общем-то, представляет международную тенденцию. То, что в моей авторской программе в этом году так получилось, что я показываю только классиков, людей, у которых только главные награды. И к одному режиссеру вообще уже 90 лет. И это может быть парадоксально, потому что дух огня — это фестиваль дебютов, с одной стороны, и молодого кино. Но как раз в этой программе показываю, что очень молодым кином может быть фильмы чрезвычайно признанных режиссеров, и которые уже много лет снимают и живут. Да, ну это, мне кажется, кинематография вместе, как и с классической музыкой, да, также мы до сих пор слушаем Баха Бетховена и восторгаемся ими, также и смотрим произведения классика, и также восторгаемся. Но если смотреть также еще несколько слов о российском конкурсе в этом году, есть что-то также уникальное, интересное, или вот все восемь картин, которые будут представлены, они также самостоятельные, интересные, и так же можно будет посмотреть. Конечно, слушайте, но я должен сказать, что я не буду играть в какую-то политику или дипломатию. Это фильмы, которые мы, правда, любим. Для нас важно, что у нас... Мы не так много показываем фильмов, как могли бы. Нам важно было как раз сократить, чтобы у нас каждому фильму был индивидуальный подход. Потому что, в общем, для меня одна из самых важных частей нашего фестиваля, что я, моя коллега Анисия Казакова, которая занимается российским конкурсом, что мы проводим постоянное общение режиссеров со зрителями, и для меня, на самом деле, это одна из самых важных частей, потому что в этот момент, когда мы показываем фильм, он рождается по-настоящему, будучи уже показанным на зрителя. И мы показываем очень много премьер в этом году. Это то, к чему мы стремимся, именно в российском конкурсе, чтобы это были вообще первые показы в мире. Потому что у нас будет замечательная картина «Проклятый хомус». Это якутская картина, потому что мы продолжаем поддерживать именно региональное кино. Это очень важно, потому что кино в России достаточно централизовано, и нам очень хочется от этого уйти, чтобы не было только московское кино или санкт-петербургское кино. Потому что, разумеется, когда оно есть, мы показываем его тоже, оно прекрасно. Но очень важно обращать внимание на такие вещи. «Проклятый хомус» — это якутская картина, это жанровая картина, тоже такая сказка, можно сказать. И этот фильм, который режиссер технически закончил только вчера. То есть мысли... Ну, если вы видите, не знаете, что как бы техническое окончание, там работы по цветокоррекции, всего остального, разумеется, мы уже видели фильм содержательно завершенный, но ему нужно было подвести, все доделать. Он был закончен вчера, и он сам, режиссер замечательный Сручков, Петр Сручков, увидит впервые, собственно, свое кино. И впервые уже годы. Мы надеемся, что и мы его увидим. Слушайте, ну, потрясающий, потрясающий фестиваль у «Жить», и, наконец-то, сегодня он откроется. Мы этому очень рады. Очень этого ждали. И вновь вам говорим, добро пожаловать в Югру. Ну, хорошо поработать. Хорошо поработать, гостеприимство. Спасибо вам, что пришли. Спасибо огромное, что вновь пришли. Доброго бодра утра желаем вам. Борисовым прощаемся с вами, дорогие друзья. Увидимся 2-2,5 минуты. Дождитесь.